Продолжение следует... Про ту часть прикладных протоколов, которые используются в системе, но настало время также и поговорить о том, как делать перманентную настройку в сети, потому что мы этим все время не занимались. Мы постоянно с вами настраивали сеть ручками во всех отчетах. Да, соответственно, не то чтобы я попрошу вас, хотя не знаю, как будет в домашнем задании еще не скажу, но, как уже говорилось, мы с вами все время настраивали сеть ручками. А сегодня, возможно, нам понадобится перезагружать наши компьютеры, ну, виртуалочки, и без перманентной настройки сети нам будет очень неприятно и некрасиво. Поэтому мы, значит, сейчас поговорим сначала про то, как настраивать сеть перманентно, а потом поговорим про несколько служб, которые можно настроить и нужно настраивать в операционной системе, чтобы сеть нормально работала. Или чтобы она работала еще более нормально, то есть что-нибудь интересное с ней происходило сеть. А сначала, значит, про перманентную настройку. Ну, я думаю, что мы с вами уже много делали, много делали упражнений к ручками на предмет настройки сети, настройки маршрутизации и даже настройки фаервола, чтобы уже достаточно хорошо представлять, что там происходит. Запустим мы какую-нибудь машинку. Ща. А, у нас уже нет, отлично. Так, только он... Нет. Надо начать с SRV, чтобы у нас порты не поменялись. Создадим две машинки. Одну нажмем SRV, это у нас как бы будет сервер. Другую назовем клиент. Клиент. Обе они присоединены не только к внешней сети, которую мы, кстати, сегодня будем настраивать руками, а не через DHCP, CD, но и к внутренней. И вот по этой внутренней сети у нас, собственно, и будут происходить всякие сетевые сервисы, те самые, которые уровня приложений и системе нужны. Вот. Давайте присоединимся к серверу. Я тут не показывал на лекции, что у меня теперь даже группа, по-моему, не показывал, даже группа умеет в консольку писать свою менюшку. Вот, не знаю зачем, просто потому что могу. Поэтому сделаем. А системе D за разу не умеет, потому что Поттеринг в какой-то момент решил, что консоль должна быть одна, а не две. Соответственно, я решил оставить ту консоль, которая была по умолчанию, которая на выгашке, а сюда не писать. Ну, в общем, да. Я буду сегодня еще жаловаться на системе D и его автора. Вот. Так что привыкайте. Собственно, если вы сейчас посмотрите план лекций, вы увидите, что он очень мусорный, неупорядоченный и полон тудушками. И во всем, конечно же, конечно же, во всем виноват Ленвер Поттеринг, который мне помешал готовиться к лекции. Я час вкуривал в его логику настройки кое-каких свойств. Правда, потом оказалось, что это очень логичная логика и вообще так, в общем, наверное, и стоило делать. Но, как бы это сказать, ну, в общем, специальный все-таки он человек, а у многих от него подгорает. У меня нет «но». Да. И вовсе не подгорают у меня, как говорится. Да. Значит, что мы хотим? Мы хотим подумать над тем, как настраивать нашу сеть таким образом, чтобы после перезагрузки она продолжала работать. Есть множество... Я почему все это время не обращался к процедурам перманентной настройки? Давайте мы мой волшебный хан запустим. Вот. Я почему до сих пор не обращался к процедурам перманентной настройки? Потому что... Потому что во всех дистрибутивах Linux они все всегда были разные. То есть это всегда была такая пачка shell скриптов, которые читали какие-то конфиг файлы. И на основании анализа этих конфиг файлов делали какие-то действия, запускали какие-то настройки сети, возможно, даже какие-то службы запускали. И в разных сообществах эти пачки shell скриптов были написаны местными деятелями, в разной степени крутости. У гнезда RedHut, Fedora, CentOS своя, значит, была система скриптов, которая этим занималась. У Debian своя. У Altlinux и порожденных им дистрибутивов этим занимались какие-то ребята, кажется, из Белоруссии, которые, значит, делали маленькие дистрибутивчики для маршрутизации и войсовер IP и всего вот такого. Была своя и есть до сих пор, в общем, работает. Свой механизм, который называется ETCNet. Вот, мы его не будем сегодня смотреть просто за недостатком времени. Значит, подобно всем остальным механизмам ETCNet, это пачка shell скриптов, которые на основании всяких там анализов конфиг файлов запускают нужные утилиты. Вот, главное достоинство ETCNet всегда было в том, что конфигурационные файлы у него это фактически куски либо конфигурационных файлов соответствующих утилит, либо прямо их командной строки. Обратите внимание, как включается форвардинг в ETCNet. Мы просто в соответствующий файл кладем догадались, что. Вот, IP-форвард 1 нужно написать. Как настраивается сеть в ETCNet? Ну, допустим, если мы хотим включать DHCP, то мы говорим, что на таком-то интерфейсе опция запуска, запуск DHCP. А если не хотим, то можем вписать на таком-то интерфейсе, создать файл IPv4-address, это IP-addr-add, вот эту вот штуку. И IPv4-road файл такой. Это IP-road-add-default-via, вот эту штуку. То есть, еще раз, вот эти вот файлы, которые встречаются в ETCNet, они на самом деле являются частями либо конфигура, либо соответствующей команды. Туда можно вписывать очень много всего. ETCNet достаточно развесистая штука, развивался десятилетиями. Вот, в частности, туда же можно вписывать правила firewall, те самые, которые маскарайзинг и так дальше, и так дальше. У нас ETCNet есть в составе дистрибутива. Если кто-то испытывает еще большую нелюбовь к творениям поттеринга, то, возможно, вы захотите воспользоваться не не Творк Д, а именно ETCNet. Тогда в помощь вам вот эти три ссылочки. Это, значит, простенькая рекомендация, это побольше рекомендация, вот. И, соответственно, есть еще прямо ManPage, по нему причем русский. Ну, поскольку нами написано. Ну, наши, как бы, людьми сообществами. Да, и еще к ETCNet на самом деле есть огромная туча примеров. В документации лежит. У этих примеров есть один недостаток. Они все сложные. Простого среди них нету. Но зато, как бы, можно разобраться, как люди по-всякому эту штуку делают. Я намеренно его не удалил, потому что, в принципе, штука простая. Я с ней разобраться могу и показать, как она работает могу. Но мы сегодня ETCNet заниматься не будем, потому что он специфичен дистрибутивов сообщества от Linux Team. И мне кажется, что, так или иначе, SystemD на нас на всех наступил. И надо примерно знать, как им... Алексей, я не знаю, давно ли вы с нами, но все простые аналоги мы уже много раз проходили за все предыдущие лекции. Простых аналогов настройки всей сети так, чтобы она вся заработала, не существует. Самый простой аналог ETCNet. Это ETCNet, потому что для того, чтобы настроить, допустим, статический IP, вам достаточно положить в два файлика совершенно очевидные команды. Вот в этот файлик положить адрес, а вот в этот файлик положить маршрутное молчание. Значит, для того, чтобы настроить без маршрута, вообще одного файла достаточно. Мне кажется, проще уже некуда. Собственно, фактически ETCNet за вас выполнит те самые команды, которые мы все это время выполняли руками. Вот сколько у нас уже? 8 было в домашних заданиях. Вот. Главный недостаток ETCNet, почему он сейчас не то чтобы прекратился, но ушел несколько на периферию, состоит в том, что это штука для настройки, условно говоря, сервера. Примерно та же самая фигня, кстати, и с скриптами, редхатами, редхатами, серверами, редхатами и дебяновскими, которые тоже, в общем, сейчас потихонечку отходят на задний план. Идея стоит в том, что если ваша машина включается, настраивает сеть и потом работает долго в этом состоянии, то вся вот эта машина отлично работает. Если же ваша машина путешествует вместе с нами, сеть включается, выключается, подключается к такому-то Wi-Fi, подключается к Секому Wi-Fi, значит, не Wi-Fi и так дальше, и так дальше, что если нужно переконфигурировать ее более-менее на автоматическом, в автоматическом режиме, причем в разных, в разной обстановке, в разных окружениях, то вся вот эта машинария на шеле написанная, да еще и из-под рута запускаемая, будет несколько неудобно. И в RealLife'е используется несколько других механизмов, в первую очередь Network Manager, зря я на него не сослался, надо будет сейчас ссылку добавить. Вот. Сейчас сошлемся. Все просто. Он просто-просто-просто ссылается на Википедию и будет хорошо. Вот. Да. Так вот, значит, главным образом Network Manager, потом еще есть какой-то в DBA свой собственный коннектор, забыл, как он называется, у которого есть красивый гуи, не гуи, а текстовый юзер-интерфейс из консольки. Вот. И вот подобного рода штуки. Ну и наиболее споставлено как раз Network Manager. Network Manager побольше, это отчасти система конфигурирования всего, всей сети, отчасти даже есть к нему плагинчики, которые ходят к другим системам настройки. Вот. И про него мы тоже не будем говорить, потому что, на мой вкус, он слишком все убрал под капот. То есть, фактически, настройка Network Manager очень долгое время производилась исключительно с помощью аплета, который запускался в графической среде. Правда, довольно долго уже, лет пять, наверное, существует вполне приличная утилита NM-цели, которая позволяет управлять настройками Network Manager из командной строки. Но еще один достаточно важный для меня недостаток Network Manager в том, что он вводит свой уровень абстракции. И фактически мы настраиваем не сеть, а настраиваем поведение Network Manager. Поскольку у нас все-таки разговор про Linux и сеть, и хотелось бы работать с каким-то, ну, короче, не вводить еще Linuxовые какие-то абстракции, связанные с сетью, ну, поэтому Network Manager мы тоже пропускаем. Вот. Я сегодня, собственно, почему, на что жалуюсь. Я сегодня довольно много потратил времени на настройку SystemD NetworkD, вот, разных его интересных параметров, и могу сказать, что, несмотря на некоторые обычные для автора данного странности по части юзабилити, он все-таки ближе к понятию настроили здесь, это превратилось в настройку там, но хотя, конечно, не без странности. И в этом смысле Яценет был бы лучше, но, повторяю, Яценет специфичен для дистрибутивов Alt-Linux, я подумал, долго боролся с собой, Яценет у меня на пальцах, я его могу закрытыми глазами настраивать, долго боролся с собой, решил, что буду рассказывать все-таки про более общую штуку. Сказал. Итак, в состав SystemD входит, помимо, 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 ну, вернее, в числе всего, он вообще очень много что в себе содержит. Входит демон, который называется SystemD. Вон, видите, сколько он в себе содержит. D. Вот. Входит демон, который называется SystemD.net.vd. В нашей виртуалке, в новом ее варианте, он по умолчанию включен, но ничем не управляет, никому не мешает. Вы его, если вдруг внезапно захочете, захотите воспользоваться Яценетом, вообще выключите. Скажите ему Desable. И все будет хорошо. Вот. Или стоп. Поскольку вам для отчета только это нужно. Он пока никому не мешает. Хотя нет, он, он, он зараза настроил, он зараза настроил нам этот самый loopback интерфейс. Но, мне кажется, он и так уже был настроен до него. Думаю, что да. Ну, короче, не знаю, кто его настраивал. Loopback, этот самый ядро в начале или SystemD.network.d, но сделали они это совершенно одинаково, поэтому мы парить с этим не будем. Для того, чтобы настроить сеть, надо почитать по обыкновению автора здоровенный ManPage по настроечным файлам. Хороший такой, годный ManPage. Вот. Это только половина. Но минимальная настройка, она достаточно простая. Вот она тут в конце. В конце есть примеры. Вот. Например, если мы хотим включить DHCP, мы просто делаем вот так. Но мы с вами не хотим включать DHCP, по крайней мере, сейчас. Потом включим. И сделаем сейчас по-другому. Мы сейчас настроим статический адрес, такой, каким его всегда нам настраивает DHCP CD, когда мы его запускаем. Помните, для того, чтобы выйти в интернет, мы тупо запускаем DHCP CD, он сам все настраивает, потому что нам эти настройки скармливает VirtualBox. Но вот сейчас VirtualBox мы пользоваться не будем, вернее, его DHCP сервим встроенным, а настроим все сами. Значит, как-то обычно... Ну, во-первых, давайте проверим, как это происходит. Вот. Значит, в результате нам нужно настроить вот такой IP-адрес на нашем интерфейсе и вот такой наш маршрут по умолчанию. Все просто. Ну, вот, значит, мы и настроим. Значит, для этого нужно сделать что? Для этого нужно в конфигурационном каталоге завести файл с вот каким-нибудь таким вот названием. Ну, допустим, 50 в бокс с расширением обязательно нетворк. О! Такая вот картина. Ну, давайте прямо скопипастим... Дура. Давай прямо скопипастим, что здесь написано, а потом поменяем. Что-то мне не нравится. Давайте мы... Вот это я не сделал. Да, это я не сделал. Обидно. Давайте мы Vimu скажем, что если файл кончается на... .network — звездочка, .network — это была звездочка, а ты что написал? Звездочка. То это будет тип файла... Э... Это будет тип файла систем-д network мне кажется он такой умеет шикарно спасибо дорогая да значит о чем мы хотим мы хотим взять интерфейс и этаж 0 выдать ему адрес какой у нас там был какой там был адрес 10 0 2 15 24 и машин можете затор по умолчанию 1022 как видите на таком вот уровне настройка нетворк файлов систем очень похоже на ручную настройку это айпи адрад а это айпи роут а дефолт вверх вот в такой форме это уже должно работать так у нас что тут у нас тут настроенный дхцп давайте его прибьем а может его можно официально прибить как-нибудь нету килл но хорошо если нету килл тогда мы прибьем пальцами о давайте посмотрим что у нас тут тут у нас ничего отдых cpcd на хакал этот файл теперь он от хакал обратно короче вот давайте теперь попробуем запустить наш систем да нету а он уже запущен систем да не только попробуем его запустить перезапустить например вот так вот но в принципе правильно правильно команда другая мы потом будем выдавать другую команду правильную можно сказать пока restart систем д д нету варка д д жму посмотрим что получилось вот он нам настроил соответственно настроил пальцами статически настроил айтишник и он нам настроил маршрут вот он нам не настраивал dns потому что мы не настраивали днс про днс чуть позже вон собственно все что поначалу нужно знать о статической настройки сети перманентной настройки сети в систем как видите на этом уровне это все достаточно нормально вообще достаточно прилично толково устроена служба систем д нету ркд да вот я в некоторых своих инсталляциях перешел на нее значит просто ради того чтобы изучить есть пара приятных свойств в этой настройке но они как раз высокоуровневые мы к ним еще и вернемся вот что мы не будем говорить потому что это уже совсем linux 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 это как с помощью систем д заводить устройство иного типа на самом деле мы можем заводить мосты те самые которые мы руками добавляли помните настраивать эти мосты их специфику и еще кучу 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 всяких других сетевых девайсов настраивать вот для этого служит файл с расширением . нет дев как вы понимаете одно дело на создавать устройств это значит надо обращаться к ядру надо говорить ядро загрузим не модуль с такими-то параметрами короче говоря это то что происходит при старте системы в самом начале и совсем другое дело настроить сеть то есть эти два эти два вида настроечных файлов используются в очень разное время демоном систем д не торг д поэтому их два разных один из них занимается отвечает за то чтобы системы дни торг д создавал устройство другой из них отвечает за то чтобы когда все уже на мази эти устройства были настроены вот может быть тут есть в конце пример тут дофига в конце примеров очень хорошо вот как раз как брить сделать вот и тогда значит давайте посмотрим еще раз на эту настройку чтобы ну на всякий случай вот обратите внимание мы здесь указываем матч говорим каким устройство мы выбираем и в данном случае все очень просто мы выбираем устройство по имени в принципе вы можете написать вместо имя здесь mac адрес и тогда вне зависимости того как устройство называется не торг д найдет ем и его mac адрес и настроит догонит и настрой вот нет план дайте мне вспомнить что такое нет план мне кажется какой-то очень высокоуровневая штука до яму ужас какой а потом здесь нет смотрите нет план это еще более он будет высокоуровневая вещь как я понимаю да обратите внимание что первое что мне показало это документацию и вернем методичку пони плану с сайта alt linux steam вот я никогда им не пользовался потому что на самом деле на самом деле повторюсь еще раз я могу включить список но олег отношение к нему у меня будет примерно такой же как всем остальным инструментом это инструмент по всей вероятности еще и статический да и ну фиг бы с ним что он статический главное что это как бы более высокая абстракция сети о которой нам прямо сейчас разговаривать просто некогда хотя конечно может быть когда-нибудь мы на эту тему тоже поговорим с другой стороны практика показывает что довольно удобно иметь вот такой конфиг один весь во прямо файл и и прям вот в одном файле одним глазом это все осматривается смысле одним взглядом а вовсе не во многих файлов как в случае стим до нетворк д или и цене то где вообще отдельные опции распихнут по отдельным так что возможно нет план это хорошая штука можно его включить тоже в этот список вот мы же говорим про вполне вполне низкоуровневую штуку в которой в общем вполне все вот интересно что что это такое у меня тут вот это вот моя а я знаю надо сделать вот так и она перестанет точно молодец вот а значит да мы имеем дело с вполне низкоуровневую штуку на вполне достаточно одного из бэкэндов которые имеются например с этим держу вот нет дев хотел показать вам хотел показать нигде в нигде в нигде в нигде в нигде в нигде в вот обратите внимание что тут есть четыре файла два из них типа нет дев и два из них типа нетворк давайте посмотрим что у нас написано в файле нетворк ну там просто какая-то настройка вот обратите внимание что что у нас дать посмотрим что у нас написано в гвезд а в гвезд у нас написан в лан и соответственно будет создана устройство в лан она будет называться гвезд вот и у этого в лана видимо есть какие-то еще она да больше ничего не нужно потому что поэтому он будет прокинуть внутрь виртуалки и дальше вот будет пользоваться но это отдельная тема это настройки для сетевой загрузки вот то есть идея стоит в том что вот он что при наличии вот такого нет дев файла систем д нетворк д заведет мне план прям такой вот как мы с вами делали ну и поверьте мне пожалуйста что и до него будет 4 9 9 потому что потому что так написано вот а дальше мы говорим что этот план вешается на вот этот интерфейс вот кстати обратите внимание матч здесь помог адресу они по имени интерфейс потому что это в наших с вами в ртуал очках интерфейсы статически именуются 01234 в действительности в настоящем им все они прыгают все время вот потому что так распознаются и нам удобнее привязывать сразу к матам макадрес все я слишком много выжал времени про нет дев который мы не будем пользоваться значит ну что давайте скажем еще вот такую штуку смысл который я не уверен что знаю потому что единственное что я придумал с помощью можно сделать это писать реконфигурь и тошной вот ну и собственно больше она собственно ничего не умеет можно поднимать опускать можно говорить ревью это если она под их цепи настраиваться и можно еще какой-то и лог дп про который я вообще ничего говорить не будешь не зря все непонятно что это зачем-то нужно вот реконфигурь можно да если вы не хотите перезапускать весь нет ворк даска перри 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 инициализировать интерфейс вот пожалуйста нет ворк тэль вам в руки это тоже часть естественно системы не тот вот смотрите-ка фактически у нас уже настроен выход в интернет ну как мне кажется по крайней мере у нас есть дефолт роут у нас есть опять адрес и мы можем даже написать что-то типа 3s road в точку или там я . ой нет не можем потому что у нас не настроен днс ну ладно давайте мы как это спросим у попугая вот и проверим что интернет таки работает ну вот другое дело то есть это как раз по сегодняшней темы в действительности у нас функционирование нашей системы не до конца возможно если мы не настроили днс как настраивается днс в общем в самом простом случае днс настраивается вот таким вот образом вот в этот самый файл как вы помните как вы видите в нем наследил дхцпцд который мы запускали он туда отложил типа киса и оси были здесь он тут был вот но в действительности нам совершенно наплевать на то что написал дхцпцд мы можем и сами все хорошо тут отредактировать надо написать во первых которые у нас доменное имя ну не знаю класс вот это не алла линукс альт линукс вот и он им сервер не ходя далеко укажем google в качестве на им сервер наличие этого файла внезапно включает всю эту работу вот этот файл тут алексей спрашивает каким способом можно определить какой способ конфигурации сети используются на системе да иногда и с ней несколько конспособов просто проверить как работает до соответствующие службы вообще существуют они или нет вот вот и все никак по-другому но если вы видите например network manager оплет у себя на десктопе то скорее всего капитан очевидность идет на помощь у вас используются network manager вот если вы его не видите или видите какой-нибудь совсем другой оплет в котором написано что он допустим ходе к системе network d то опять же капитан очевидность советую поверить в то что у вас используется не торгать ну и тогда вот в действительности просто посмотреть вот ладно давайте дальше потому что время у нас маловато касаемо dns а что такое вообще dns про что это dns это штука которая призвана решить одну важную проблему связанности в интернете проблема стоит в том что айпи адреса это очень хорошо только абсолютно не читаем то есть идея стоит в том что вот у вас есть компьютер у него есть какой-то адрес и чтобы его вообще как-то запомнить нужно эти циферки где-то записать а чтобы запомнить 100 таких нужно эти циферки и в 100 100 место записать или вернее 100 раз вот то есть единственная главная проблема айпи адресации в том что она адресация и эти циферки конечно очень хорошо но они как бы абсолютно нет нет не единственная кстати проблем они абсолютно незапоминаем для того чтобы хоть как-то хоть как-то эту проблему решить вот в свое время придумали такой файл он называется it's a host вот в котором можно написать например что вы допустим некоторые хосты в нашей сети просто знаете как они называются ну не знаю там про про 10 0 2 2 нам уже рассказали что он гейтвы поэтому не будем утромать а вот про 10 скажем 111 это тот адрес который мы сейчас навесим на соседний интерфейс вот он будет и серву что там у нас класс альтлинус порт и серва обратите внимание что здесь может быть сколько угодно хостымов у одного и того же в одного и того же адреса вот принято делать для полное имя и короткое имя так на всякий случай ну еще давайте у нас еще есть там где-то есть где-то у нас клиент давайте мы его заменим клиент а закомментировал вот теперь у нас есть пост клиент например а ну не хост пинг вот теперь у нас знает имя клиент причем обратите внимание он отличает полное имя от короткого вот ну естественно никакого клиента он что запущен что ли а где он вообще мам дорогая как он вообще нашел нет это что-то это какая-то чушь это видимо нам этот самый отвечает подстава какая-то это нам virtualbox отвечает с той стороны что такой клиент есть да ничего там нету у меня за сервером я думаю что я думаю что это нам virtualbox отвечает ну давайте проверим так нам придется запускать два экранчика да блин так я туплю это у меня время стремительно уходит ну ладно интересно же так и себе дамп минус и этаж ноль пинг вот этот самый где там был пинг пинг 1011 а клиент да ну вот нам я же говорю нам отвечает нам отвечает этот самый сейчас давайте ну в общем ладно это причуды какие-то причуды этого самого какие-то причуды слушайте а может быть он есть не ну вряд ли вряд ли конечно нет это это какие-то причуды virtualbox а сейчас мы настроим как надо и все будет как надо не будем отвлекаться на этот на этот артефакт иначе мы запутаемся давайте мы запустим клиент уж уж пожалуйста да настроим ему айпи адрес тоже с помощью систем д и значит например и увидим что все таки ну все как надо так днс пока он там запускается давайте поговорим про днс на самом деле проблема три первая проблема эта проблема чисто человеческая запомнить айпи адрес тяжело лучше запоминать хостней вторая проблема это она такая административно-топологическое ну и что ты дописано три на самом деле две идея стоит в том что айпи адреса особенно айпи в 4 выдаются сообразно тому как в каком-то по логическим месте вы собственно находитесь потому что вам айпи адрес выдает ваш регистратор вам выдается под сеть нет димка это не из локальной сети провайдера это причуды virtualbox virtualbox решил что такой хост есть раз уж я его пингую он не его выдает мне кажется что так ну потому что там надо еще посмотреть мак адрес если это вертал боксу и мак адрес то это точного давайте ну как бы здесь очень хотите я с этим проблем разберусь мне в эфире хорошо вот значит так вот главная проблема одна вторая вторая из главных проблем кроме запоминаемости состоит в том что айпи адрес эта штука привязаны к топология сети а название эта штука которая хотелось бы привязать к там фирме до сервису короче говоря далеко не всегда то как устроены пространство и пи адресов совпадает с тем как устройство устроены имена например у крупных сервисов очень много айпи адресов в очень разных местах вот и допустим если вы хотите соединиться каким-нибудь не знаю там тем же гуглом или яндексом то скорее всего вам в качестве айпи адреса по имени там google ком яндекс ру или что-нибудь такое выдадут не один большой не один адрес большого центрального сервера гугла и даже ни один адрес какой-нибудь значит огромный фермы гугла который потом распределит вашего ваш запрос скорее всего айпи адрес гугла айпи адрес гугла или айпи адрес ядер адрес яндекса это будет адрес ближайший к вам ближайшего к вам узла который для вас анонсирует себя как google ком вы к нему подход под подсоединитесь а он уже сходит к этому самому облаку углом у мега облаку да по своим быстрым быстро работающим канал вот такое приближение сервисов к человеку это тоже довольно частая штука и понятное дело что все это решить без введения второго уровня косвенности под названием доменные имена нельзя почему именно называются доменные именно называются доменные как раз в силу того что они призваны решать административную проблему и их существование выглядит таким образом вы регистрируетесь в каком-нибудь местном регистраторе и регистрируете доменное имя как правило не первого уровня потому что доменными на первого уровня они фиксированы ими занимается центральные сервера соответствующей организации и она кажется вот значит дальше вы из них зарегистрируйте за собой это доменное имя вот и обязаны его обслуживать то есть запустить дым сервер который будет обслуживать этот домен да это дым сервер должен работать вот соответственно ваш регистратор у которого вы взяли доменное имя расскажет что сервером который отвечает за данный домен является ваш и после чего запросы к вашему к вашему пространству имен доменному будут начнут работать мы сейчас попробуем чуть настроить по-быстрому на этот счет вот давайте мы все-таки так здесь вот так сделаем здесь вот так сделаем один посмотрим что у нас на перо посмотрим что у нас и пену все правильно вот и вот теперь все хорошо теперь он пингает в правильную сторону вот а то у нас кто-то кто-то какой-то какой-то вось пункт отвечал вместо этого у вас да вот 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 все хорошо ну вот это мы ручками настроили я обещал настроить через стендер мы не будем пока там более хитрый настройку сделал ну вот значит дэнс и так идея состоит в том что тут кстати тоже надо сделать ссылочку на на днс вот да идея стоит в том что имена разделены на домены за корневой домен отвечают так называемые корневые сервера вот а за каждый домен более низкого уровня время более высокую более низкого уровня отвечает себя сервера соответствующие за ним соответственно не обязан никто в мире знать все соответствия то есть такой глобальный файлы и dc хост глобальный где написано соответствие всех айпи адресов всем доменным именам разумеется ни у кого нету и это невозможно поэтому вместо этого заведена специальная специальная база данных который собственно называется днс распределенные где вот такие записи вида адрес имена хранятся у на узлах этой базы данных а каждый узел авторитарен для конкретного для конкретного домена ну вот скажем скажем вот для этого домена мы сейчас попробуем настроить домен днс вот соответственно когда вы спрашиваете кто там давайте попробуем у нас есть да давайте попробуем ccp-dump минус и этажную порт 53 вот давайте попробуем спросить у этого самого никого нибудь пинг ну скажем в ввц смс уру вот давайте посмотрим что у нас по 53 порту там прошло а вот смотрите мы сходили гуглу и сказали google ввц смс уру а это означает а пиво 4 адрес дай дальше мы сходили гуглу спросили google ввц смс уру а это значит дай дай мне пожалуйста а пиво 6 адрес на всякий случай мы еще сходили гуглу и сказали так тут ты у нас ты у нас тут это самое зарегистрирован дорогой 888 как 8888 скажи пожалуйста зовут-то тебя как он он должен ответить меня зовут днс google и тогда наш тиспидамп вот здесь вот расскажет что это был днс google а вот он отвечает меня зовут днс google обратите внимание что запрос типа а и это запросы преобразования айпи адреса доменного имени в айпи адрес сейчас мы увидим а запрос вида ptr это запрос обратный преобразование айпи адреса в доменное имя причем вот в этом месте опять же задом наперед идет на самом деле мы этого не видим но эти восьмерки идут в обратном порядке почему они идут в обратном порядке ну потому что мы можем захотеть адрес сети вот такой или вот такой или вот такой ну соответственно давайте ради интереса потом на яндексе это проверим чтобы увидеть как выглядит ptr запись вот что нам сказал google google подумал решили ответил за счет так ввв цс мусору это на самом деле с ним то есть ляс как это аббревиатура ну короче вместо него пользуйтесь цс мусору но раз уж ты спросил отвечу что цс мусору имеет адрес 18 44 50 110 вот кстати обратите внимание на на это самое на а он не ответил ваще и также обратите внимание что на самом деле сто восемьдесят восемь сорок четыре пятьдесят сто десять конечно ризу цс мусору резолвится вот в этот адрес но обратно сто восемьдесят восемь сорок четыре пятьдесят сто десять в цс мусору не превращается плохо настроен dns у нас на факультете говорят что нет такого никс домен то есть в одну сторону нам резолвер работает в обратную сторону не работает это нехорошо допустим какой-нибудь яндекс наверняка умеет это делать давайте проверим давайте проверим скажем ему пинг вместо этого а какой-нибудь на не знаю там mail яндекс труб да он правда хорошие мы правда вот давайте посмотрим что было с яндексом могут mail яндекс руга он отвечает а вот он мы ледок сручо владей еще на всякий случай а пиво 6 адрес тоже отвечает тогда проверим говорит отговорит нам этот самый вот это вот это кто ему отвечает все нормально есть в для адреса 77 88 21 37 77 88 21 37 есть для него имя она вот такое ничего себе имечка но она работает это значит что мы попали на какую-то ферму почтовую да и нам выдали нам выдали какой-то адрес от этой фермы видимо вот да ну короче вот как видите все все красиво вот на всякий случай на три раза спасел этот ptr не знаю зачем и три раза получил ответ вот то есть здесь это означает что на name сервере яндекса настроена как прямой резон преобразование имени в айпи адрес так и обратно резон преобразование айпи адреса в имя то что она не совпадает но имеет право танцы целое целое же облако который отвечает за пор вот все то что вы видели это был так называемый прямой запрос мы спросили у сервера сервер ответь в действительности скорее всего сервера запроса рекурсивный почему потому что google вообще говори ничего не обязан знать про домен яндекс ру прям совсем ничего то есть в действительности произошла более сложная ситуация вы спросили у сервера который у вас зарегистрирован как ваш личный ваш личный сервер dns а кто такой mail яндексу сервис колтак ждите сейчас узнаю как он узнает он пошел и спросил ну окей ладно там кто не знает кто какой dns сервер у яндекс ру сейчас я у него спрошу кто такой mail яндексу что-нибудь такое он спросил dig минус т нс яндекс точка ру вот а кто знает кто знает про в каком в каком на каком сервере у какого сервера надо спросить кто является на сервер для яндекс но разумеется у сервер точка ру окей у кого какого сервера надо спросить кто является на сервером дару до центрального но это конечно мы знаем и так рекурсивный запрос выглядит следующим образом если мы какого-то ответа на какой-то вопрос не знаем потому что он лежит в кэше мы сначала спрашиваем кто отвечает за зону рук нам это нам описали кто отвечает за зону ру потом мы спросили кто отвечает за яндекс ру нам это описали целых целых три сервера отвечает за яндекс ру можно ходить к любому вот потом мы спросили у этого сервера яндекс ру кто отвечает за мы сейчас давайте попробуем dig dig mail яндекс декс точка ру спросили вот такого сервера допустим где где сказал о и он нам ответил то он нам ответил что он нам ответил что нет такой штуки ой как интересно а почему о не к тому сходили интересно интересно ну в общем вот какая-то какая-то фишка распределенной нагрузки яндекс но по крайней мере вот сейчас произошло все хорошо мы рекурсивно спросили у яндекса кто отвечает за mail яндекс ру яндекс нам выдал три первых попавшихся сервера вот соответственно мы сходили к одному из этих первых попавшихся спросили к такой mail яндекс и вот он там мне это и ответ в реалайфе рекурсивные запросы обычным людям делать нельзя представьте себе что каждая машина в интернете при выходе на сайт адрес которого она не знает делают вот эту штуку что случится с корневыми серверами с серверами . ru даже даже сером яндекс ру и так то видите там какой-то балансировщик нагрузки нас встретил вот рекурсивные запросы имеют право делать только большие сервера точнее даже не так удовлетворять рекурсивные запросы могут только либо очень большие сервера типа google а с огромными крышами либо ваш сервер удовлетворить ваш рекурсивный запрос только в том случае если вы являетесь его абонентом ограничен короче говоря чтобы не случилось дэдоса на им серверы часто говорят вот если допустим я попытаюсь сказать сейчас давайте попробуем давайте попробуем может сделать дать вам а ну хотя бы цсмсуру спросим до цсмсуру нс цсмсуру вот давайте попробуем спросить на mail яндекс ру у нсмсуру чё нам ответить ничего нам не ответить почему потому что рекурсивный запрос к этому серверу мы делать права не имеем а в кэше у него сейчас нет ничего вот он нам ответил ничего не знаю говорит вот при этом это не означает них домен что я точно знаю что такого адреса нет да это именно означает что я тебе не отвечу извини прости да я не буду вот вот что это означает не будете рекурсивный запрос обслуживать ведь не буду а вот тот который будет например на им сервер от самого яндекса нам его обслужило все на все что надо это на что касается рекурсивных запросов тут димка димк спрашивают где хранятся адреса корневых серверов я забыл где-то они хранятся давайте попробуем давайте попробуем они хранятся на самом деле либо прямо в коде либо в каком-то конфиге лучше конечно в конфиге потому что время от времени адреса корневых серверов вообще-то меняются добавляются новый тут буквально несколько лет назад добавили еще один вот поэтому значит ну в общем по всяку ой блин нас осталось всего полчаса давайте 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 подвигаться dns давайте что ли настроим dns но мы правда его уже настроили вот 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 так вот давайте настроим dns сервер дна сервер у нас установлен на нашу машину он называется dns mask и это такой комбайн dns mask умеет абсолютно во все включая значит в dns сервер работать умеет dhcp сервером работать умеет еще кое-что вот значит dns mask dns mask это такая такой комбайн вот он очень очень не новый вот прям реально не новый но с другой стороны dns тоже в общем существует уже сколько лет вот да такой классической темы это сайтик такой вот тем не менее он как бы вполне себе развивается развивается он развивается или не развивается а в образ то здесь кнопочка броус вот пожалуйста 13 дней назад у него последние изменения было да давайте посмотрим когда был последний так последний так был два месяца назад последний релиз был семь месяцев назад в общем живет и процветает dns mask вполне себе несмотря на его его такой за счет солидный вот давайте у нас трое что-то я как-то по-другому делал у меня было лучше вот спасибо дорогой хотя бы так что-то мне страшно с такой color схемой обратите внимание что по умолчанию все что он умеет практически выключено за исключением того что он кажется по умолчанию сразу будет работать нам дэна сервером давайте посмотрим это его конфигурация что тут еще включено ага экспон косла кола и скверис вот то есть в конфигурации по умолчанию у нас вообще тут включено чуть ли не две давайте так сделаем греб вот как видите по умолчанию всего три опции включено в dms маски по крайней мере в дистрибутива halt вот никаких дополнительных конфигурационных файлов к нему пока нету и вот в этом состоянии по умолчанию я сильно подозреваю что он умеет делать две вещи во первых он умеет ограничивать ответ на dns запросы исключительно исключительно теми сетями которыми сейчас подключены то есть мы сейчас не сможем нашим дмс днс маску со стороны с какой-то сети который не является локальной к нему рекурсивный запрос сделать почему да потому что но это такой довольно простой софт немасштабируемые и не предназначены для того чтобы кто бы то ни был делать через него рекурсивный запрос кроме естественно собственных абонентов а во вторых он очень мудро поступает в качестве базы данных хостов у него это цеха сработает то есть мы его запустим он уже будет уметь резолвить он должен быть может должен уметь резолвить да не хукса хвост 10 111 10 112 а также срв класса клиент класс от лина 40 в обе стороны вот давайте попробуем жмяк бряк включился а у него нету непосредственного систем д сервиса он по умолчанию запускается другой систем сегодня но он должен был бы равно это все равно работать давайте посмотрим он должен слушать сейчас написать третьем порту вот он нет да и не был минус минус нал это одновременно и не был и старт значит только он похоже слушает только на 127 001 порту ну хорошо давайте проверим что он вообще работает как и т.с. резул в клонов ну резул в клон естественно отсутствует давайте чуть подиггаем дик дик я точка ру от 127 0 1 да не диро дик о it works значит dns mask работает как сервер но как мы только что видели он сидит пока что на порту 127 001 и какие внешние со стороны например соседнего нашего клиента не отвечает за на запросы если мы сейчас скажем дик дик ну там я тот же самый яру то он нам скажет что вообще говоря непонятно у кого спрашивать вот непонятно а если мы скажем дик яру от 10 111 то он кажется непонятно кстати а почему ну в общем не по ней не дает она а он там даже не слушает он же так этот порту даже не слушает он слет ему а датограммы dns он на них не отвечает это же не тсп это dns смысле у юди пишные программы обычно используются поэтому да поэтому такой тайм-аут ok давайте мы тогда посмотрим как так во первых а то это выглядит ужасно вот где-то здесь надо сказать как какие какие он обслуживает сети интересно я не вижу где написано какие он сети обслуживает и главное что у меня это работал а в обид интерфейсов давайте поищем потому что иначе мы это самое днс маск ол интерфейс из во нет наоборот я хочу ол интерфейс в интерфейс равняется чему-то там да давайте посмотрим о вот чак вот что можно сделать можно сказать ему висный адрес что-то у меня подглюкивает она слегка да блин прекрати подглюкивать машина а давайте мы отсюда выйдем просто нафиг вот значит лист на адрес значит лист и фейс и лист на адрес вот давайте здесь наделал 0.0.0.0 ну-ка нет что-то он не зашло ему что-то ему не зашло ну-ка посмотрим что же у нас чтобы что там с ошибочками фейл говорит на 0 0 0 10 news то что ты будешь делать так хорошо почему только у нас других интерфейс настроенных нет нет есть черт у меня раньше все работал я когда готовился у меня работал сейчас ладно давайте посмотрим что сделал не так интерфейс понятно а я хочу чтобы все были интерфейсы ну просто тут по умолчанию написано что наоборот слушает а стойте а может быть он ну-ка 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 вот зараза такая кто-то ему приписал кто-то ему приписал вот смотрите черт я просто руками запускала не сервисом а сервисом не пусть делает еще так вот слушать давайте мы вот что сделаем давайте мы пальцами запустим чтобы не мучиться сейчас сделаем вот так вот дело в том что я запустил я запустил какой-то скрипт который выкачал откуда-то еще какие-то конфигурационные файлы в общем вот я запустил пальцами dns маски сейчас сейчас все будет хорошо вот вот он смотрит слушать на всех портах вот и вот теперь вот теперь наш дик вполне будет работать соседние машины смотрите как красиво работает значит мораль не запускать dns маска в виде сервиса запускать его ручками пока что посмотрим потом попробую решить смотрите мы настроили dns сервер у нас теперь наша машина которая клиент умеет ходить можно даже сказать вот сюда вот вот сюда вот сказать ей что-то типа дамы им или ну не знаю дамы им класс длинусь орг и search нет и name сервер сервер 10111 вот кстати это работать не будет а еще надо и пирот сказать но мы сейчас сделаем по-другому значит мы убедились давайте мы уберем вот эту штуку мы убедились в том что у нас двиг работает да на соседней машине потому что мы этот самый dns запустили давайте теперь мы возьмем и настроим помимо dns сервера еще и dhcp сервер сервер автоматически нас настройки сети в значит нашим нашей наших абонент значит dns как видите довольно просто раздается а dhcp гораздо более сложная штука а вот ежи сейчас мы сходим по ссылочке вот сюда мы увидим что настраивать можно очень многие параметры сети не только те два которые мы с вами настраиваем а именно маршрутизатор по умолчанию собственный api адрес и dns 33 обычно мы настраиваем вот настраивать можно что угодно там вот dhcp это протокол многоуровневый он работает начиная с сетевого уровня потому что с интерфейсного уровня потому что начинается все с протоколу бут п который отвечает на шоковещательные фреймы да мой адрес расскажи и он рассказывает мы сейчас все это посмотрим вот дальше когда настраивается api адрес дальше идут запросы на предмет того какой у меня маршрутизатор а какой у меня dns а как может быть есть еще какие-то другие параметра может быть мне стоит вообще загрузить файл и запустить его по крайней мере так работает сетевая загрузка ну и так дальше и так дальше и так много всего мы с вами поскольку время нас поджимает сейчас просто настроим настроим здесь еще и dhcp сервер это делает тот же самый dns mask и просто посмотрим трафик как работает как работает взаимодействие а заодно настроим на машине клиент использование dhcp не с помощью отдых tcd а с помощью systemd network d он тоже в это умеет и так сначала сначала заставим работать dns mask какой нет заставим работать dns mask как dhcp сервер так это не то это тоже не то вот до самом деле достаточно для того чтобы он начал работать как dhcp сервер достаточно ему сказать dhcp range равно и дальше 10 1 1 2 запятая 10 1 1 ну скажем 100 и рассказать с какой с какой периодичностью я забыл рассказать про кэшин черт рассказать с какой периодичностью эти самые запросы насколько мы этот адрес выдаем на 12 часов моего дам через 20 часов он просрочится надо будет переделать мне кажется мне кажется что это все что видя это и видя соответствующую настройку сети давайте мы ее статически прибьем давайте мы прибьем статически чтобы чтобы потом она не потерялась да этаж 1 здесь 11 да блин 11 24 а gtv здесь не нужно вот так шикарно вот теперь давайте убьем наш dns mask и запустим его снова так давайте посмотрим что у нас что-то я не вижу чтобы запустился запустился да нет а то эти попробуем чудом стоит попытка не пытка же до дня не хватило ой нет смотрите получили мы получили адрес нам dns mask выдал адрес 10 1 1 53 это кстати не не очень приятно потому что мы сейчас называемся ни словом клиент ой но теперь то кто теперь то кто он сейчас секунду а он об адреса сделал ха-ха-ха да 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 там оба адреса вот в любом случае смотрите просто dhcd решил не убирать вот этот адрес и теперь там оба мы сейчас все переделаем но идея стоит в том что мы теперь автоматически можем настраивать наш наш клиентскую машину по дхцп этому делу пособствует запущенный нами dns mask который собственно по протоколу дхцп все отдает давайте тогда теперь вот что сделаем давайте мы настроим настроим во первых перезагрузим клиент вот во вторых настроим на нем сеть чтобы она настраивалась через дхцп а в третьих посмотрим как это все подглядывает как это все как этот протокол работает вот потому что клиент у нас еще пока не настроены а вот и клиент так давайте прям сразу не сходя с места вместо дхцп цд настроим ему прямо ой настроим ему прямо систем д давайте мы прямо скопируем из вот отсюда тут это кто это нет дел тупо вот отсюда вот единственное что нам нужно сделать это здесь сказать это шаги вот и сказать не только т.л. нет вот qtl или конфигури это шаги шмяк не шмяк а что пошло не так ничего не пошло не так что я сделал неправильно хорошо давайте сделаем реста а просто он менеджет говорит а вот это я уже не понимаю хорошо а релот ну-ка да все просто reconfigure он не перечитывает конфигурационные файлы чтобы чтобы церковные файлы перечитались они должны быть релот вот вот теперь должно заработать сейчас reconfigure reconfigure я говорю хорошо network tl reconfigure этаж 1 ну вот совершенно другое дело обратите внимание к нам приехал resolve conf правда тут написано что это dhcpcd но это вранье вот мне кажется нет никакого dhcpcd это нас нетворкд настроил вот туда сюда приехала это самое 10 1 1 1 вот маршрут по умолчанию приехал 10 1 1 1 вот то есть ну вот все все как у людей правда вот такой вот маршрут еще жесткий прибился палочками обычно так не делают но так делать с тем да не только да и давайте посмотрим какой у нас был трафик трафик у нас был прям разнообразный смотрите будпы спросил у всех эй вы я тут вот такое какой у меня ip наш сервер говорит по протоколу boot ps дорогое у тебя ip 10 1 1 53 владей клиент говорит ух ты ух ты отлично отлично а вот скажите мне пожалуйста вот а это еще один тот же сам реквест он на всякий случай его сдублировал да а тут он должен спросить еще про надо было по верболус надо было включить короче говоря вот тут он спрашивал про разные да надо было надо сказать было давайте еще раз время идет так реконфигури во значит вот он спросил про то какой у меня ip вот ему сервер ответил и в этом ответе у него видите есть целая куча всяких параметров вот и хост нейм и default gateway и домен сервер в общем все ему ответил вот он отвечает смотрите ну говорит настраивайся раз уж ты от меня хочешь столько всего настраивайся значит смотри под сеть slash 24 бродкаст вот такой ip видимо эти в прошлый раз рассказал да доменный им сервер пожалуйста это отстань 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 это у нас время синхронизуется зараза он стал время синхронизовать походу вот давайте вот c нажмем и крутим до этого места время да где тут доменный им сервер пожалуйста есть доменный им сервер вот он он у него адрес будет да да что еще ну собственно все дефолт гейтвей доменный сервер айпишник айпишник где-то раньше приехал вот он такие дела вот у нас наш наш этот самый наш клиент настроен более того вам скажу поскольку он настроен перманентно его можно смело перезагружать и он настроиться дальше так это я сказал это я сказала значит что я еще не сказал важного значит я точно не затронул тему анонса сервисов и видимо затрагивать я не буду вот единственное что я хочу сказать что давайте мы с вами настроим еще и выход в интернет нормальный и на этом закончим дело в том что систем д умеет и в это тоже и умеет это достаточно достаточно приятным образом значит для того чтобы помнить что нужно сделать для того чтобы настроить выход в интернет нужно сказать что мы являемся гейтвоем что у нас айпи форвардинг включен и нужно сказать что мы с помощью фаервола делаем сорс над очень хорошо давайте так сделаем значит во первых форвардинг вот он айпи форвард айпи форвард вставляется в любое место например вот сюда ес и во вторых маскарад вот с этим я боролся час я не дочитал того что тут написано и вставлял настройку маскарад не туда куда надо айпи в 4 кстати не ес надо писать айпи в 4 допустим что это означает это означает что при настройке сети будет включен параметр айпи форвард который сейчас выключен и все пакеты которые идут из интерфейса еда 1 будут при выходе маскарадец вот это вот что вот эту настройку надо вписывать в настройку входящего интерфейса до меня доходило очень долго но в конце концов дошло давайте во первых проверим что форвард у нас сейчас форвард у нас сейчас нулевой скажем релот нетворк х 0 этаж 1 проверим что форвард стал для равен единице и попробуем посмотреть что нам сотворил систем д с фаерволом который называется nf tables тут я подгляжу пожалуй в шпаргалку потому что время нас прям поджимает поджимает о смотрите значит про к праных tables мы ничего говорить не будем кроме того что создался ты был под названием систем донат надо еще сказать систем ктл кажется надо стартануть иные был минус минус нау nft и на табу сервис вот он включился вот теперь он будет работать у него есть свой собственный свой собственный но хочу начал работать список таблиц на нам систем д подсунул вот такую штуку давайте ее посмотрим там будет страшный синтаксис nf tables который я до конца не понимаю но мы с вами можем на интуитивном уровне понять о чем речь смотрите мы задаем это была настройка маскарадинг мы задаем сеть для которой будет производиться маскарадинг вот она мы в цепочку по струтинку в самом конце после того как принимать принимается решение о маршрутизации вставляем листрую сет спасибо спасибо зигзаг но видимо нам столько не надо потому что их только больше вот но спасибо да я это искал мы вставляем в цепочку по струтинку в конце мы вставляем обработку если созд адрес вот такой думал маскараде при выходе этой штук при выходе из значит из сети что это значит это значит что теперь у нас на нашем клиенте обратите внимание настроился работает все работают dns который мы настроили с помощью dns mask получается айпи адрес который мы настроили с помощью dns mask но на этот раз в dhcp видит дхтхцп сервера и на клиентской машина серверной машине работает выход в интернет который за нас настроил систем днтворк д вот с помощью вот этой таблицы нам нужно было только включить она в требу чтобы он работал да и настроить вот таким вот образом вот таким вот образом наши конфиг на этом время наше закончилось я не рассказал про одну штуку который называется анонсирование служб но может быть и фиг бы с ним она имеет довольно косвенное отношение к сети как таковой вот возможно мы с этой темой встретимся в какой-нибудь другой момент и тогда про нее поговорим то что нам видимо хватило вот неразберихи на сегодня на сегодня не хватило неразберихи связанные с статической настройкой отличный вопрос его сейчас отвечу с днсом и дхцп и этого хватит егор спрашивает а что такое что такое вот это 60 и 50 значит это такая штука существующая в любви mix подобных системах с очень давних пор она называется переход от монолитного конфигурационного файла к так называемой схеме . d я зря упрекал значит упрекал ленарта за незнание потому что ленард знает про схему . d тут прям должно быть написано про . d что-нибудь типа во . d директоре значит что такое схема . d вместо того чтобы иметь один огромный конфиг файл вот примерно с таким вот текстом ну или с настройкой сети мы имеем каталог в котором мы имеем много конфиг файлов и эти конфиг файлы все складываются в кучку значит эти все конфиг файлы складываются в кучку и являются одним большим конфигурационным файл просто разрезан на кусочки достоинство схемы . d состоит в том что мы например можем поставить пакет и этот пакет принесет свой кусочек конфигурационного файла а редактировать общий конфигурационный файл при этом будет не надо мы можем удалить этот пакет этот пакет уедет вместе с вот таким конфигурационном файле и опять никакие файлы заменять будет не надо очень удобно единственная проблема стоит в том в каком порядке эти конфигурационные файлы склеиваются когда их много больше одного в конфигурационной .d каталоге лежит правильный ответ в лексико графическом порядке они склеиваются в том порядке в котором они отсортируются когда мы их посмотрим именно для этого в случае использования схемы .d то есть перехода от монолитного конфигурационного файла к каталогу в котором их много принято такая вот нумерация не нумерация такая вот такой вот способ именования сначала у нас будет два двузначное число какой угодно на самом деле почему-то считается принято двузначным а потом только имя это означает что когда мы упорядочим наши конфигурационные файлы на самом деле они пойдут сначала 50 а потом 60 это не упорядоченный вариант не упорядочен вот а это упорядоченный сначала будет вот это настроено потом вот это не слишком важно в каком порядке у нас настраиваются интерфейсы но иногда бывает нужно такие вот дела я ответил на вопрос что такое 50 60 еще вопросы тут был вопрос если расписание да дорогой не эксперт есть расписание она вполне стандартная на сайте лекции все написано если больше вопросов нету да совершенно споряд ли у димка димка именно как в бейсике именно через десять чтобы можно было посередке вставить все правильно говорить хорошо если вопросов нету тогда на сегодня все по крайней мере минимум который на сегодня запланировал мы как раз вовремя все сделали вот у нас мы приближаемся к сожалению к концу для тех людей у которых семестр заканчивается в апреле вот у нас еще тема как минимум тема межшестевые экраны и как минимум тему туннелирования проксирования vpn и вот но как это все сложится я пока не знаю вот если нет вопросов всем спасибо до новых встреч в следующий раз посмотрим может быть я раз курю как раз курю как раз и на в тейблс вот и и будем надеяться на лучшее